Духа, аминь. В сегодняшнем тропаре, в 20-му празднику, говорится, есть благоволение Божие предображение, и ежедвека таинства явления в Храме Божьем ясны Девы являются и Креста всем предвозвещают. В той же мы, предогласно возобьем, радуемся смотрения зеждительного исполнения. То есть мы сегодня празднуем в некотором смысле предображение, то есть на горе Господне преобразился Господь, а сегодня Божья Матерь воссияла, войдя на небесную высоту алтаря Господня. Сегодня Матерь Божья ясна является в алтаре, в Храме Господне и Христа всем предвозвещают. Сегодня большое таинство, и мы, празднуем этот праздник, духовно радуемся и утешаемся, потому что находимся тоже в Храме Божьем, тоже участвуем в таинствах Господних и в таинстве и с Божественной Литургией, и в таинстве причастия и покаяния. Сегодня было хератония, и мы славим Христа, которого Божья Матерь сподобилась восприять, родить и явить мир. Великая радость у нас верующих быть со Христом, с Божьей Матерью, со святыми, с ангелами и наслаждаться Божественной Литургией в Храме Господнем. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы собрались здесь, чтобы прославить Царицу Неба и Земли, Матерь Божья, которая чудесно родилась по молитве родителей Иакима и Анны, которые были бессчадны, но чудесным образом Господь дал силу родителям в преклонном возрасте, когда человек уже беспомощен родить. Мы прославляем ее различные подвиги и другие. И вот и сегодня, когда она вошла в Храм Господень, и мы тоже, братья и сестры, должны как можно чаще ходить в Храм Господень, не только по воскресным дням, это наша обязанность, и день воскресный, да благоте будет. Надо, конечно же, по субботам вечером, воскресеньем утром ходить в Храм и с покаянием, с чувством глубокого недостоинства и находиться в Храме в благоговельной тишине, в молчании и у детей к этому приучать. И в Храм, конечно, Храм дом молитвы наречится. Не продажи чего-то, не болтовни, которые приносят скорби, тяжкие скорби людям, а дом молитвы. То есть мы, входя в Храм, находимся здесь в благоговельном молчании и тишине и вкушаем божественную благодать в молитве, приобщаясь к различным тайнам Божьим. Мы молимся о своем сердце, о своем уме, направляем Богу, открываем для посещения Божьих и сами молимся о своем невежестве, о своем грешнике, о своих немощных пороках, слабостях, страстях и грехах, которых у нас великое множество. Мы каемся, сокрушаемся, просим Бога милости. Божьей милости будем и грешнику, как молился мытарь, стоя в конце храма. И Господь, видя наше осознание своей греховности, немощи, дает нам благодать. Как делал это и того же Матарюи, Марии Египетской и другим кающимся грешникам, а не так, как фарисей, превозначаясь над другими. Мы входим в храм, чтобы помолиться за наших родных, за нашу Родину, так как, мы знаем, идет война, страшная война, и она коснулась уже, может, одного или там нескольких процентов населения. Как народная пословица говорит, гром не глянет, мужик не перекрестится. Вот очень малая часть уже перекрестилась, но таких людей очень мало. Вот эта вот мобилизация коснулась очень мало кого. Малого количества воинов и их родственников. Кого-то ранили, кого-то убили, кто-то переживает, как там мой сын или муж на фронте. Но на самом деле время страшное, время непростое. Как вот уже не раз говорил святитель Николай Сербский, говорит, что война бывает всегда между двумя или больше странами, и все страны, которые участвуют в войне, они все виноваты. Конечно же, я думаю, Запад, он больше виноват, там у них сатанизм. И не просто разград, как у нас, и аборды, а там страшный разград садом уже и гамора. Но мы тоже виноваты. У нас аборды, у нас незаконные братья и прочее, прочее. Мы давно отошли от Бога и верующих меньше процента, настоящих верующих в стране. Поэтому нам надо каяться. И вот уже многих коснулась война. А мы так живем, как непуганные. Мы должны взбодриться духовно, мобилизоваться. И кто-то воюет. Это довольно простое дело – защищаться, стрелять, нападать, очищать и так далее. А вот воевать духовно, наша братья не против плоти и крови. Наши воины не собираются кого-то убивать, они защищают Родину. А мы должны защищать наши умы и сердца, наши семьи и нашу страну духовно, молясь и каясь о своих грехах. Поэтому мы действительно призваны к победе над врагом и супостатым дьяволом. Вот наша братья не против плоти и крови, а против власти и миродержителей, ведь мы век и сего духовов, злово поднебесные. Вот это наша настоящая братья. А физическая братья, война, тоже бывает необходима, когда защищать Родину, защищать святыню, защищать свои семьи. Но наши семьи, наши дети в опасности. У нас плохое западное, то есть местопское образование. То есть много там и хорошего, конечно, но очень много в дети. Родители детей балуют, это страшно. В школе преподается неправильная история, русского языка меньше, чем иностранного и так далее. Поэтому я думаю, вот эта встряска военная, она должна привести к тому, чтобы люди чтили свою Родину, вспомнили о семье, перестали делать аборты, рождать тех же защитников Родины надо. Вспомнили о главном, о Боге, о наших святынях, о нашей идеологии. Наша идеология, от слова идея, идеал, это наша святая Русь на земле и Царство Небесное, туда, куда мы стремимся. Вот наша идеология. Если мы будем жить под одним целем и задачем, то мы спасемся. А мы живем нерадиво, сегодняшним днем, суетно и грешно. Поэтому пример для нас Матерь Божия, которая с детства была, провяжала храму, молилась, и Господь презрил на ее смирение, на ее ревность, на ее стремление жить по Боге. И она сподоблялась различных частей, частей святости. Видите, в отроческом водоросле была возведена во святая святых. Тогда даже епископы не дерзали больше, чем на короткое время зайти. Она же там пребывала в храме денно и ночно, и служили ей ангелы. А потом уже сподобилось быть честнейшим и тюрьмимом, славнейшим без сравнения с Рафимом. Родить чудесного Господа нашего, Богомладенца Иисуса Христа, который пришел спасти мир и спас всех нас от греха, проклятия и смерти. Сегодня, братья и сестры, у нас также радостный день. наш, член нашей церкви, раб Божий Николай, он сам москвич вообще, но, сам москвич, я когда был в Москве, он ходил в храм, своя мама, папа у них неверующий был тогда, и с первого класса он подамарил в алтаре, потом я уже перевелся сюда, он там дальше продолжил свое служение алтарю, стал, послужил в редакции российской армии, а потом решил поступить в семинарию и, вспомния о том, что, в общем-то, окормлялся у меня, решил приехать сюда, хотя в Москве у него квартира и родители, и стал здесь трудиться. Мама его благословила, отец был не против. А за его молитвы, молитвы матери, конечно, не только отец пришел к Богу, но и мы, его отец пришел к Богу, и сейчас он тоже ходит в храм, и в Поведу исключается отец, они благословили его всю жизнь в церкви, и вот он учится в Хабаровской семинаре, уже два с половиной года отучился, и сейчас стал дьяконом нашей церкви, в этот дивный праздник. Так что прошу ваших молитв, чтобы он достойно служил, молился, так сказать, в достаточно молодом возрасте, с подоби своего великого сана, священничества низшего, низшего из всех священничких санов дьяковского, чтобы служить перед престолом Божиим и молиться и призывать вас, молитвы матери, матери на вид, молиться Господу о спасении, просвещении.